Грудной ребенок, которого нашли два дня назад на улице, находится в инфекционной больнице. Состояние полуторгодовалой девочки стабильное, а в этом нашим корреспондентам сообщила начальник службы по делам детей Ирина Дамаскина. Напомню, 22 февраля прохожие обратили внимание на спящую женщину с грудным ребенком на улице. Мать девочки приехала в Одессу из области и в разгар попойки решила поехать в клуб. Ребенка оставила подруги. В пьяном угаре женщина вместе с девочкой поехала к ее матери, но уснула с ребенком по дороге. Спящими их и нашли. Мать уже заплатила штраф. Если она не сможет доказать, что в дальнейшем будет заботиться о своей дочери, девочку передадут в дом малютки. Также на пресс-конференции Ирина Дамаскина рассказала о создании патронатных семей в Одессе. Также мы хотели бы, чтобы Одесса тоже подключилась к этому пилотному проекту, к экспертальной деятельности по созданию патронатных семей. Потому что на сегодняшний день это пока такой пилотный проект, экспериментальная деятельность. Мы подали уже заявку об участии. Также мы тоже будем информировать и население, и к одесситам обращаться, чтобы как и родители-воспитатели, так и патронатные, возможные потенциальные родители к нам обращались. И мы также будем устраивать в эти семьи детей. Также в этом году выделили 5 миллионов гривен на покупку квартир для выпускников интернатов. В прошлом году купили лишь три квартиры. Их дети-сироты ждали 10 лет. Всего в списках 260 человек. В 2017 году уже больше финансирования выделено, до 5 миллионов. И Управление капитального строительства уже разместило информацию на сайте. Они проводят закупку. Поэтому, кто у кого есть квартиры, они могут предложить продажи. И Одесским городским советам будет дано соответствующее согласие на приобретение этих квартир. И в дальнейшем по той очереди, которая в администрации, будут выданы квартиры.